Йоу, как дела? Как ты видишь, мы поймали еще одного амбассадора, и это амбассадор продукции Сарма. Здоров. Привет, Сань, как дела? Заебись, да? Короче, вот так. Вы, наверное, видели прошлый выпуск с амбассадором Сатиром, и тут случайно абсолютно амбассадор Сармы у нас оказался в Ростове-на-Дону. Да, это не Москва. И, собственно, мы решили замутиться так, заместо того, чтобы поехать где-нибудь на летке покурить хороший кальян под хорошую погоду в Ростове. Короче, вся суть. Он рассказывает про свой продукт, забивает его, мы его раскуриваем, и в этот момент мы сидим, разговариваем и обсуждаем Сарму, всякие разные вещи. Так что забей себе хороший кальян, поставь уголечки, а мы начинаем. Ну что будем сегодня бить? Ну, я думаю, это риторический вопрос, да? Будем бить Сарму, по либону, да, будем бить Сарму. А вопрос только, во что мы ее будем бить? А, во что? Вон чашка в зале тебя. Точно? Да, давай на ней. Это моя чашка. Точно? Да, попробуй. Ну давай. Давай. Это такая скилловая чашка. Если закосячить, значит... Да, она не любит непрофессионалов. Так, 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 так. Давай покурим. Мы не будем соляного курить, да, наверное? Да нет, давай, слушай, как ты... Как мне по кайфу? Да, как тебе по кайфу? Ты, главное, просто рассказывай про сам продукт, потому что Сарма вообще сама по себе продукция, которая, ну вот, тут ей не хватает какого-то жесткого маркетингового пинка. Она вроде бы стреляет. Я помню, когда Сарма, пизда, как стрельнула. Помню, о ней говорили, но они сбавили темпы. Как пахнет ананас, бля, как ананасовый сок, я. Ебать, ну потому что это ананасовый сок. Даже здесь чувствуется и он. Ну вот, и как-то Сарма исчезла. Ее только слышали на выставках. Я знаю, что у Сармы пизда, ты мерч. Да, вот я тебя знаю. Ко мне приезжали боксы, но не больше. С чем связано это такое? Прям вот. Слушай, ну мы просто очень долго получали акциз, и из-за этого мы пропали с рынка на очень долго. Ну прям реально надолго, на два года. Но все получилось как нельзя кстати. Пока нам не давали акциз, мы полностью переработали сырье. Все изменили, все исправили. И по факту получилось прям, ну. Сейчас это тот продукт, в который мы готовы вкладываться и финансово, и эмоционально. Больше, блядь. Чашку ложи больше. Это прям такая комфортная чашка для хорошего, комфортного курения. Ты что, реально думал, что я так оставлю? Хуй его знает. Я ебу, блядь, что ты собираешься делать. Я тебе просто констатирую факт о том, что, блядь, больше. Короче, смотри, я, сколько я знаю, Сарма, она вылезла по факту из нихуя. Это был такой посредственный продукт. Тут нужно пояснить сразу из нихуя, а то люди могут подумать, что Иркутск это нихуя. Нет, не в плане города, не в плане страны, а в плане идеи. То есть, так, блядь, да давай попробуем сварить что-нибудь. Давай. Ну, прикольно получилось. Слушай, ну, по факту, на самом деле, так и получилось. Это же был 16-й год. Вот я тебе про это и говорю, потому что она из нихуя. То есть, не было какого-то... В 16-м году она была из нихуя. Вот, не было какого-то бизнес-плана, не было каких-то дальнейших таких этапов, да, там, заранее продуманных каких-то. Просто захуярили. Слушай, ну, у кого они были на старте, давай так. Да, блядь, да, да ни хуя, у многих они были. Они единственные, кто вышли сразу же с акцизными марками и начали... Там салфетки есть, короче. Они прям начали сразу же играть в долгую, сразу же. То есть, все остальные, ну, вспомни, Северный. Ну, чё, охуенно вышли на рынок. Да, потому что Северный изначально, это был ветерок через шерстни. Это просто был ебучий контрафакт, блядь. Это была дичайшая паль, которая была собрана на эфирных маслах. Это, по факту, это был первый крафтовый продукт в России. Это Северок через шерстни, блядь, челябинская тема. Потом из него уже вырос Северный. А Северный, когда он вырос, на него уже изначально были, блядь, планы. Слушай, может быть, там кто-то как-то и закладывал, но мне, честно говоря, сейчас, на этом этапе, мне не верится, что, знаешь, те люди, которые создавали табаки, которые сейчас стоят прям так особняком и такие мастодонты, что они изначально прям, ну, собирались, типа, в долгу играть. Я вижу, ты пиздец, даже шареный амбассадор, у тебя даже на, блядь, заставка с армы стоит. Ебать, ну я люблю эту движуху пиздец сильно. Я бы вообще хуй стал амбассадором любого продукта, мне бы позвонили, я бы сказал, ребят, до свидания. Вот смотри, а что ты думаешь об амбассадорах сатира? Вот, я вот, мое мнение, что амбассадоры сатира, это прям тро амбассадоры, которые вот примерно, как ты сейчас топишь за сарму? Сарму. 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 Давай, давай ремарочку сделаем, не сарма, а у меня это сарма, потому что у меня фамилия сарманов, да, как бы мне проще сарма сказать. Так вот, сатировцы реально же топят. А сатировцы, ну типа я к сатировке... Они готовы мамку, блядь, продать, как я всегда это говорю. Слушай, ну я думаю, что на самом деле не все прям так сильно, но я с большим уважением отношусь к ребятам. Нет, я тоже, да, мне нравится, как они прям хуярят, то есть у них есть какая-то... У них, блядь, идеология, они как будто, знаешь, уже это, ну зомбированы, что ли, сами. Вот, 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 да. Они когда к нам приезжали, я после их уезда, наверное, ну я на неделе полторы плотно присел. На сатир, да, потому что они тебе показывают эстетику продукта, и ты такой думаешь, блядь, курить сатир это типа топ. Ну... Если ты, блядь, живешь в Москве, и постоянно возле тебя трутся амбассадоры сатиры, это, блядь, пиши пропало нам. Короче, что такое Сарма? Сарма. Сарма, это божество, это... Нет, 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 нет. Я просто, я знаю, что это какая-то такая легенда. Это не легенда, но... Короче, Сарма, это просто самый свирепый, быстрый ветер, который дует на Байкале. У нас есть, короче, Сарминское ущелье, и туда, короче, с севера приходится ветра, и там, блядь, как в турбине просто разгоняются, и на Байкал выносятся, и там просто пиздец всему настает. Блядь, если нас смотрят ребята с Байкала, кальянные какие-то... Ребятки, я, пизда, как мечтаю в летние периоды попасть на Байкал. Если у вас есть предложение по сменам, блядь, напишите мне. Я, блядь, пизда, как мечтаю туда попасть, но, блядь, мне пишут с Байкала, приезжай, давай, я в смену, но это, сука, зима. А кто пишет? Я не помню, но это зима, блядь, а я... В смысле, город, у нас в смысле есть город зима, ну, вряд ли тебе зима. Нет, я имею в виду, блядь, сезон зимы, я знаю, что там пизда, как холодно, но там, типа, самый кайф зимой, это, типа, лед, вся хуйня. Да, это пиздец тема. Но я готов пожертвовать своим комфортом, но пропустить этот весь лед. То есть я один раз отказался от смены в Красноярске, в Архангельске, потому что было холодно, да. Да, пиздец, блядь, ну, это такой момент, можно было, можно было. Да ничего там, ничего такого в Сибири страшного нету. Не, я, блядь, я тебе объясню, я один раз из Новосибирска в Барнаул поехал на автобусе, погода была минус 51. Я в этом дырявом автобусе так сильно замерз, что когда я вылез с автобуса, я еще часа четыре, наверное, отогревался. Блядь, все это расстояние было холодно в автобусе, вот из-за этого, скорее всего, я пытаюсь туда не лезть. Ты ебануция, это что такое? Да, да, так чисто фигурно. Это красиво. Давай, что еще по Сарме, какие вообще у них рекомендации к забивке? Короче, я объясню тебе, да, Сарма это реально темный лес для многих мастеров даже. Но это ненадолго. Ну, я имею в виду на данный момент, на данный факт, что это прям темный такой темный-темный лес. Тайга, ебать. Это ебаная тайга. Мы же в Сибири, да? Вот, да, и поэтому нужно как-то больше про продукт рассказать в плане, как с ним работать, что к чему и почему он, блядь, такой водянистый. Это сверху я просто сейчас так более жидкого наложил, очень просто пропитаю. Жидкого. Нормально, ты так много жидкого не откладываешь. Слушай, да, как по факту, я не знаю, нет какой-то рекомендованной забивки чисто от компании. Ну, как я буду, как я буду тебя ввести? Чтобы вы понимали, я нашел в мусорке этот Калау, думал, блядь, пацан будет на Калау дебить, поэтому мне пришлось его отрыть. Ну, нужно же какие-то условия предоставить, дать. Возвращаясь к теме, блядь, слушай, ну, я не могу тебе рассказать о том, типа, бейсармо. Ну, вот так вот, и никак иначе. Я могу тебе рассказать о том, как мне нравится сэрмо курить. Ну, расскажи, ты же амбассадор. Слушай, ну, даже если я амбассадор, я в любом случае транслирую только свое мнение. У меня в компании, там, типа, мне скриптов не надавали и не сказали, типа... Криптов не давали. Едь вот с вот этой вот информацией, ее транслирую. Нет, типа, нам доверяют, мы знаем, что мы говорим. Я делаю так, как нравится, в первую очередь, мне. Потом, ну, я тебе скажу, что мне вот так курить не понравится. Типа, я на прямотоке практически не курю вообще. Я курю чисто на фанельках. Ну, это не мой стиль курения. Я не готов мириться, что у меня будет вообще табачная масса курицы сразу, говница, ковая. Мне никотин просто разъебывает 10-15 минут. Я вообще сэрмо меня тоже разъебывает на прямотоке очень жестко. Я за более мягкое, комфортное, последовательное курение. Крепость и сэрмо крепенькая? Если я забью ее на фанель, у меня же крепость не изменится. Я просто иду к комфорту. Ну да, ты ведешь к комфорту. Я просто иду к тому, чтобы забрать весь никотин, который содержится в табачном листе. Почтепенно, да? Слой за слоем на фанель. А здесь мне, пах, ебать кувалда в затылок. Ну, давай возьмем самое такое распространенное. Относительно по танжу. Относительно по танжу. Бля, ну танж тоже хуй пойми как забьет. Ну вот, допустим, вот. Танж на оленина. Ну вот, смотри, Ольга, примерно есть понимание, да? И есть. Вот где эта середина? Или сарма это прям середина-середина. Давай будем начинать сразу с того, что танж, который бу-бу-бу, это неправильно приготовленный танж. Ну я тебе и говорю, то есть мы бы отталкиваемся не от моей крепости и не от твоей крепости, а от среднестатистической крепости курильщика. Давай возьмем попсовую кальянную. Или больше, чтобы я с чем-то сравнил, типа, с каким-то топоком, да? Да, 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 да. Вот все равно же какие-то пересечения, сравнения есть. Бля, ну слушай. Северный. Короче, ну тоже можно сделать на уровне северного. То есть я могу приготовить сарму тебе в диапазоне от светлого спектрума до азура. То есть и все это будет курицей, все это будет работать. Ну, мульти-брендовый. Да? Да. Мульти-брендовый. Короче, по факту крепость вариативная. Ну, нахуй вас в рамки загонять, говорить вам, что, типа, во-первых, бейте только так, а не как иначе, и крепость вот такая, и никакая другая. А если, блядь, я чувствую другую крепость, чё, ну кто пиздобол, вы пиздобол или я пиздобол? Ааа, ты пиздобол. Сейчас узнаем. А, да. Почему, почему? Потому что, если, допустим, да, вот ты сделаешь кальян, я его сейчас буду курить как мудак, а ты будешь виноват в том, что сарма сгорела, нахуй. Ну, слушай, я надеюсь, что такой хуйни не произойдет. Ну, реально, ты вот сейчас сделаешь кальян, да, как бы там, давай возьмем этот твой миллион первый кальян, а до этого все миллион кальянов были идеальны, да? И ты такой мне даешь, приносишь, а чисто по угару. Сгорел. Ну, у нас тогда отношения не заладятся вообще. Это, знаешь, как поговорка, ты можешь построить тысячу мостов и один раз отсосать хуй, и тебя запомнят как хуесоса, а не строителя мостов. Давай ты не запомнишь, как он. Ну, ты понял, да, что я говорю тебе? Да, да, да. Слушай, короче, крепость вариативная, как вот ты захочешь, так она и будет куриться. То есть, захочешь более комфортного, спокойного курения, возьми фанельку, минимальный отступ, минимальное касание, поставь 4 угля, разогрей 5 минут, взрывай, и все будет мягко, спокойно. Ой, блядь, ты случайно не с Питера, уважаемый? Я, нет. Что это за гоу-хардовская школа, блядь? А? Где-то там, блядь, ботанов, что ли, палит? Ёб твою, Ваня, твою мать, выходи, блядь. А что это за питерская движуха здесь с нарезанием фольгушечки? Эстетика, блядь, должна быть по-любому. И нахуй давать на нижний слой туда жаришку, такая никуда не перегревается. Эта чашка, блядь, не перегревается. Эта чашка, блядь, не перегревается. Кстати, она специально на бортах сделана шершавенькая, Чтоб на неё фольгушечка хорошо, блядь, так сцеплялась. Ну, это уже много кто-то делает. Стрёмно, что много кто-то этого не делает, блядь. Ну, потому что все задрачивают на калауд. Ну, блядь, на калауде, тем более, она без лазуи стоит. И вот так, да, вот, чтоб красивее. Не, бача есть. Какая бача, блядь. Бомжа есть. Так, ну всё, мы, в принципе, первый этап с тобой завершили. Сейчас подождём уголёчки, которые мы забыли поставить. Но, мой друг, ты этого всё равно не заметишь. Ты пока можешь по первому этапу накидать вопросов с Саней в комментарии. И через денька два он зайдёт туда и поотвечает на каждый вопрос касательно Сармы. Так что мы пойдём за уголёчками, а ты не переключайся. Пока можешь поменять себе уголёчки. И вот, сколько амбассадоров у Сармы? Ну, четыре. Бренд амбассадоров, да? Бренд, да. Потому что мы же все, типа, с Иркутскими набрали. И какими судьбами тебя отправили сюда? Накосячил? Бля, впризду отправляй там в Ростов нахуй. Пускай посмотрят, блядь, ростовскую кальянную культуру, блядь. Наказание ему будет. Слушай, да не знаю, мы как-то... Мы не распределяем регионы, нам говорят, летим. Мы просто обсуждаем в офисе, чё, куда летим, 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 всё, летим, блядь. Полетели, вот я здесь. Всё очень просто, типа, нет такого... Ну, вот, просто у нас сейчас здесь недавно взяли дистрибьюцию. Соответственно, нужно ребятам просто помочь. Это Интершиша, Интерхука. Интерхука магазинчик. Да, они недавно Егора привозили с брендом «Наш». Да, ребята рассказывали, что он приезжал. Ну, и вроде как бы он помог. То есть, он же провел там какую-то дегустацию в Танже. У нас маленький формат будет другой. Ну, да. Это локальные встречи, такие аккуратные, типа, тет-а-тет-на, с мастерами. Никакой там его торговли, никаких там чая. Ну, да. Просто вот, как мы сейчас с тобой сидим и сговорим, так же я вот с мастерами. Это как когда-то сюда, в Ростов, приезжала девочка из Альфакера с их инновационным продуктом «Спаркс». Шарик. Да, который, в принципе, сдох, как я, собственно, и говорил. А некоторые, это охуенно, это пиздато, шарики охуенно. Смотрю иногда обзоры на эти «Спарксы» и думаю, бля, ну вы серьезно, ебать. Слушай, я их не курил, честно. Ну, блядь, я понимаю, я как бы понимаю, ребятки, вас свозить. В Дубае, блядь, на «All Inclusive», но это не значит, что вы, блядь, должны, блядь, «Спаркс», ебать, расхваливать. Может, они просто почувствовали, что они не должны и начали ее толкать. В этом и есть прикол. То есть, да, даже возьмем продукт... Продукт «Ревоши». Да, слушай, я пробовал... Продукт сам по себе хороший. У них даже арбуз заебатый, если честно. Арбуз у них, да. Он такая, знаешь, что у них такие олдскульные аромки есть. «Ревоши», то есть, нас тоже свозили в Турцию, все дела. Я, конечно же, снимал блог о том, что, типа, вот как это все «Ревоши», три дня, три разных города, грубо говоря, три разных отеля. Все отели «Пять звезд», «All Inclusive», но то, что компания «Ревоши» давала как досуг, да, это кемпинг, школа выживания. Для русских, кто там был, там был Апин, украинцы были, да. Вот для нас, СНГшных, это было такой залупой, это скучнявое. Мы просто сели под зонтик, блядь, мы просто сидели под зонтом, блядь, и ты не поверишь, мы вот пока все там испанцы, бразильцы, немцы, всех собирали блогеров, что-то выполняли, стреляли, получали задания, мы, блядь, охуярили пиво, блядь, и курили кальяны, чтобы ты понимал, у нас сидело за столом 8 человек под зонтом, на каждого по два кальяна, вот так просто. Мы сидели, нам было неинтересно. Соответственно, я в блоге это сказал, что, блядь, для русских, ну, для СНГшных это скучновато, то, что «Ревоши» сделал, но продукт охуенный. И я, короче, прилетаю домой, монтирую этот выпуск, выпуск получился прикольный, кто хочет посмотреть, блядь, как бы там сидели, пили пиво и прочую хуйню занимались. А я посмотрю. Да, то есть этот, я его выкидываю, ложусь спать, на утро дистрибьютор из Украины «Ревоши», мне, знаешь, что мне пишет? Неблагодарный пидорас. Нихуя, а что так жёстко? Официальный дистрибьютор из Украины «Ревоши» пишет мне, ты неблагодарный пидорас. Ну, типа, потому что я у себя в этом влоге сказал, что, ну, было скучно. И, типа, я должен был это восхвалять, целовать руки «Ревоши», то, что они меня вывезли в Турцию и так далее. Это же их инициатива была. Ну да. Не писал им, типа, вывезите меня, нахуй пошли тогда, что тут уже мораги. И это дистрибьютор из Украины «Ревоши» написал мне, что я неблагодарный пидорас. Чуть-чуть ещё. Чуть-чуть. Ещё чуть подождем, да. Да. И поэтому вот так вот. То есть, ну, был период, это период карантина, я что-то прям для многих как-то пидорасом оказался. Для многих производителей, я не знаю. Либо карантин на меня так повлиял, что я такой, блядь, да? Слушай, ну ты же, ну, как я могу рассуждать сейчас, да, я тебя давно уже не смотрю на самом деле и слежу так, грубо говоря, типа, из-за дверки, да, из-за щелочки, что у тебя происходит. И ты в один момент стал очень жёстко всё хейтить, и у тебя выходили обзоры на хуй по миг, какие продукты. Ну, типа, я даже не знаю, на какие продукты тебе. Слушай, ну, продукты нужны, а на эти продукты нужны обзоры. Всё очень просто. Едешь на рынок, блядь, покупаешь эти продукты и куришь. И большинство из этих продуктов были достойны. Видишь, я как оцениваю, я не смотрю на продукт свысока. То есть, я сажусь его прокуривать, я своё эго опускаю и курю, как обычный потребитель, грубо говоря, который купил этот продукт за последние бабки свои. И я его прокуриваю, я примерно понимаю, бля, ну, если вот у меня реально нет бабок, я хочу курить и могу себе позволить там реально лоукостер сегмент, то это охуенно. Конечно, если я бы прокуривал это как даву, у которого вот это всё есть, я тебе позже покажу свой шкаф, блядь, где там 204 килограмма, блядь, табака, там килограммов 40 дарксайда запечатанного лежит. Я, конечно, скажу, что всё хуйня. И сарма, блядь, скажу, что хуйня по отношению, допустим, к каким-то более мощным производителям, допустим, да, но даже прокуриваю сейчас сарму, я его буду прокуривать как средний статистический курильщик, у которого получилось покурить сарму. И я её оценю уже по этому сегменту, не то, что как там сверху, типа, вот ебать, я всё курил и сейчас буду оценивать сарму. Конечно, если я буду так оценивать, то я найду миллион этих минусов и просто буду всё хейтить, а смысл? Слушай, ну тебе тут точно виднее в этом плане, потому что ты в блоге уже пиздец сколько, блядь, ну, бородатые времена уже, все пережил, и я тебе в этом моменте ничего не могу сказать. Давай, блядь, делись. Делись, блядь. Да, блядь, делись, блядь, давай, раздуди его, блядь. А, ну ещё маленько, это, ещё чуть-чуть. То есть, его так и нужно. Да, короче, смотрим. А как в работе тогда с ним? Слушай, ну, по факту, всё, что нужно, совмее, это на старте саккумулировать большую концентрацию тепла для табачного листа. То есть, ну... Мы типа не говорим о том, что его нужно курить на каких-то ебанутых температурах. Блядь, но в хореке же это сложно, это как элемент, который никак не может залезть в хореку. Пять минут. Пять минут. На фольге маленькая ситуация меняется. Блядь, муж, 12 минут пиздец. На фольге реально меняется. Вот на фольге она греется дольше, чем на Калауди. Вот для меня это работает именно так. То есть, я просто делаю затяжку и понимаю, что мне не нравится, как это сейчас курица. Я понимаю, что она маленько тхашит, значит, ей нужно ещё больше тепла набрать. Ещё чуть-чуть, ещё чуть-чуть. И когда она тепло наберёт, когда у нас сахар и никотинская историческая форма в рыбкой перейдёт, мы можем выпаривать на крен. А вот тогда будет заебись. То есть, ну, в принципе, это амбассадор. Хули. Хули нам, амбассадорам. Попробуй. Она сейчас точно будет стекла огрызаться. Да, пока не огрызается, но... Тебе не... По крепости. Подъём бывает. Немного посадила. Она садит. На самом деле, на прямотоке она реально садит. Дыхание подбило. То есть... Да, есть такое. Я поеду на прямотоке, я её не курю. Нормально. Я вот примерно и украшивал у тебя про эту крепость. А почему? Потому что последний раз сарму, блядь, я курил ещё в 2019 году. Или даже в 2018 году после феста. Они мне что-то присылали. Какой-то игрушкой от сармы, короче. Слушай, я даже не помню, что-то было. Я у нас с компанией ещё не работал. Да, да, да. То есть у меня амбассадоры, кто здесь сидят, им рассказывают, блядь, мы ещё не работали, блядь. Мы ещё типа не знаем таких упаковок, которые, блядь, были. Не, я в фокус-группе давно, но то, что ослали там блогерам, я вообще не в курсе. Да, я вам попробую объяснить, что по крепости. По крепости это примерно продукт наш, которого можно выдавить максимум. То есть если забивать табак наш комфортно, он, ну, средненький, на самом деле, он не такой прям крепкий. А здесь прям вот именно крепость. Не тяжесть, а именно крепость. То есть ты покурил такую? Ну, мягко, да, типа тебе ничего не ребён, да, всё спокойно курится. Это просто чашка вытаскивает, как? Я на прямотоке, на фольге не бил, я хуй знает. Слушай, ну, наверное, год, наверное. Ну вот, забил. Слушай, хорошо, да, прям так. А сейчас посаживай. Даже я вот такой кальян долго курить не смогу. Он меня... Да, у меня, я его ещё максимум, блядь, два раза у тебя возьму, и всё, я скажу, я наелся. Фанелька есть? Если есть, фанелька, я наелся, блядь. Да я думаю, без фанельки, на хуй. Он вообще покурил. Я помню, что на фанельке он как бы получше ебенит, получше раскрывается и более комфортно на долгосрочку. Очень мягко курится, дистанция типа курения просто ебанутая, очень долго курится. Вкус вообще не пропадёт. Так и в чём же проблема с армой тогда? Нет проблем у нас. Почему её нет, блядь, так ярко на рынке? Это у вас её нет на рынке. Ну, естественно, она у вас локально там есть. У нас она локально. И то же самое, что краснодарские продукты, они есть во всему краснодарскому краю, грубо говоря, во всему Черноморскому побережью есть эти продукты. Но дальше они не выходят, потому что не хватает маркетинга, именно не хватает рекламы, чтобы это разлеталось. Либо это... Я вот лично считаю, почему. Потому что люди сейчас на самом деле не сильно жирны на кошелёк. И придя, допустим, он, блядь, в Мурманске, в магазин и увидя сарму... Сколько она стоит в РРЦ-шке примерно? 280 за 40 грамм. 280 рублей за 40 грамм. Он её не купит. Знаешь почему? Почему? Потому что он боится обжечься и потратить свои последние 240 рублей, которые он запланировал сегодня посидеть перед телеком покурить. То есть, если ему дать возможность это бесплатно как-то покурить, возможно, в следующий раз он зайдёт и скажет, сарму нахуй, давай, я знаю, что это такое. Я это курил, я знаю. Блядь, слушай, ну я, наверное, в этом плане я с тобой не соглашусь. Ну, смотри, обычная ситуация. Хороший ресторан с хорошей такой сложной кухней. Где вот такие вот, блядь, тарелки нахуй, вот такое вот блюдо. Да, и ты как бы листаешь на меню с картинками, и ты боишься ошибиться, и ты, блядь, в этом меню, где есть охуевшие позиции, от чего ты просто получишь, блядь, гастрономический оргазм, ты их боишься попробовать, потому что ты боишься, ну, грубо говоря, у тебя есть, блядь, хуй его знает, на две позиции, да, бабок, в этом дорогущем ресторане с сложной кухней. И ты, сука, в этом меню ищешь то, с чем ты знаком, котлеты, блядь, рыба и макароны, блядь, паста. Ты боишься попробовать вот эти блюда, так же и с продукцией. Слушай, ну мы сейчас, блядь, мы настолько все уже обожглись всякой хуйней, что, ну, сейчас страх возникает, но, блядь, срама это точно не тот продукт, который, на котором ты обожгешься. То есть, вот ты вот сейчас, у нас, грубо говоря, посмотрят 8-10 тысяч человек, а из этих 8-10 тысяч, 2-3 тысячи пробовали, курили сармо, остальные нет. Вот ты им конкретно можешь сказать о том, что попробуйте, вот кайфанить. Сто процентов говорю, попробуйте, неважно, что там у вас за чашка, коллаут или фольга, забейте либо в минимальный отступ, либо в минимальное касание, поставьте 4-5 минут, прогрейте и просто охуеете. Касание, либо отступ? Легкое, знаешь, такое, типа, интеллигентное касание, когда вот пупырышки так коснулись, табачка и все, вот такие жесткие какие-то касания. Вот что ты думаешь о Касаткина? Касаткина, вот как, это залупа, это залупа. Это все залупа вообще. Ну, ты же просто с верхнего слоя. Это не оверпак, братан, это не оверпак. Вообще, ни хуя, ни оверпак. Вот оверпак топ. Да если бы люди умели делать оверпак, блядь. А из чего его сейчас делать? Что обладает такой же консистенцией, как нахуй? Нихуя. Нихуя. Но если, блядь. Но ты не сделаешь оверпак? Ты его реально не сделаешь? То есть, ни один продукт не даст тебе той нейтральной корочки. Сатир сделай. Сатир сделай, да. Ну, сейчас нахло это залупа. Если тебе, да нет, я тебе скажу так. Если ты возьмешь старую нахлу, грубо говоря, она будет свежаком. И на самом пике своей качества, своего качества, да, вот когда она самая ебейшая. Ты ее в наши дни забьешь. Тебе не понравится. Ты ее покуришь, скажешь, как я эту хуйню могу курить. Да, скорее всего тебе не понравится, да. Да, тебе это не понравится. Это вот не понравится. И я сейчас до сих пор не понимаю некоторых людей, которые такие, бля, сейчас бы нахло въебать. Я тебе говорю, ты, сука, нахло въебешь, ты разочаруешься в ней. Потому что тогда мы не пробовали то, что мы пробуем сейчас. Это то же самое, что когда-то копейка была пизда какой комфортной, блядь. Да, да, да. Сейчас сядь в копейку, блядь. Даже с салона выгнанную, да, вот на заказ 2021 года выпуска копейка будет? Ну, тут вопрос будет в том, от чего ты кайфуешь. Если ты угораешь по ретро вещам, ты кайфуешь пиздец. Нет, тогда, как бы, никто, тогда копейка не была ретро автомобилем, она была обычным серийником. Как сейчас, допустим, та же Солярка. Рынок подрос. Все научились делать табак. Ну, не все, но очень много хороших продуктов. Не все, блядь. Да, кто-то до сих пор не умеет, ну, не могут сделать хороший продукт. И как-то вот пытаются в рынок выскочить, ну... Давай маленький Блиц. Отсекаем сарму. Отсекаем сарму. Лучший табак. Танжерс. Два лучших вкуса у Дарксайда. Грин Бим. Дарк Супра. Дарк Супра. Самый лучший коля. От Ивана. Самая лучшая чашка. Хука Джон. Фольга Калаут. Фольга. Алкоголь или Баку... Короче, как ты относишься к всяким сиропчикам в колбе, всякие колбы красивые? Блядь, я заморачивался по такой хуне, когда-то было. Ты, блядь, естественно. Типа с фруктиками, там, вот это вот все. На данный момент как ты к этому относишься? Да, блядь, почему нет? Ну, типа, если это повышает тебе средний чек на кальян, и человек готов за это платить, да дай ты ему... Нет, так, как средний чек, окей, я тоже согласен. Делай все, лишь бы поднять средний чек. Но... Но... Если ты, вот, ты бы... Вот ты пришел в ресторан, но у тебя есть в меню обычная вода, либо коктейльчик, что-то... Да, нахуй мне это надо, конечно, вода. Фрукты или глина? Ну, блядь. Ну, естественно, глина, но я от фруктов не открещаюсь. Типа, это тоже заебатый продукт для того, чтобы зарабатывать. А, вот, а если не зарабатывать, да, вот именно по технологии там, допустим... Да плохо, все это курица, все это нормально курица. Это можно курить, это вкусно курица, долго курица. Надо просто уметь это делать, и все. Во многих городах был? Да. Самый лучший город, который тебе понравился? Как душевно, а и по обстановке, и по всему. Фукет. Россия. Бля, сложно, пиздец. Я Иркутск люблю. Иркутск, и... Иркутск, и твоя родина. Наверное, Питер. Питер. Питер, пиздато. Питер всегда хорошо, какая бы там погода ни была, поебать вообще. А потом достанем, не парься, я вижу, куда она упала, блядь. Ты мне достанешь, блядь. Да, ну я так... Самый ужасный вкус, по твоему мнению, у Сарма. Слушай, блядь, сложно. Ну, блядь, ну вот, ебать, тебе не заходит он. Есть, есть, в самородиновый морс мне не совсем заходит. Хотя для людей пиздец какой-то топ. Отстонет? Нет. Просто вот не мой формат. Ну, ягоды, я... А самое лучшее, что... Вот давай, сделай... Стоп, стоп, давай, вот. Нас смотрят. Человек первый раз приходит в магазин, где есть, грубо говоря, полный ассортимент Сармы. Какие ему два вкуса купить? С чего начать? Гранатовый сок и Байкал. Гранатовый сок и Байкал. Ну, в принципе, да. Гранатовый сок я курю, блядь, килограммами. То есть я курю его в соляно, вот чисто ничем не мешаю, нахуй надо. То есть просто вот в соло, и мне прям пиздец как сильно вкатывает. Что ты сейчас скажешь о коляной культуре? Я думаю, что на самом деле... Что вот происходит, по моему взгляду, и дальнейшее развитие? Да все будет заебись, мы на самом деле в начале пути. Ну... Если даже взять просто, ну, я не знаю, курительную среду, да, всю, которая там как-то там развивалась, каких-то там, опять же, этих бородатых времен Индии и прочего, да, и к чему мы только сейчас приходим, то я думаю, что мы только на половине пути. Нам еще впереди просто пиздец всего, просто пиздец всего. Дальнейший путь – это уход от угля. Вот единственное, на чем будут люди заморачиваться, от того, чтобы избавиться от кислого газа. Слушай, да, я не прям такой консервант, да, но если придумают крутую альтернативу углю, но при этом она не будет в виде, блядь, электронного коллауда, то я за. Ну, если... Просто, прикинь, какие-то кубики, которые реально способны набрать в себя, там, эти вот 600 градусов, нахуй, и отдавать их очень плотно, аккуратно, одномерно, и это можно еще и вторично использовать, пиздец, будет разъем. Миллионы нахуй. До свидания, нахуй, колянчик, колянный производитель, его, блядь. Ладненько. А-а-а, блядь, щелкнул. Пиздец сейчас, как ловушка свалюсь. Это был Саня. Сарма. И вот такой вот маленький, даже не то чтобы обзор, подкаст, просто попиздели. Спасибо. Спасибо. Пиздец. Пиздец. Продолжение следует...